Бравые, как на подбор. Вот такие они герои нашего курорта, которые в первых рядах спешат на помощь любому, кто окажется в беде. Вот у нас все меньше работы, тем нас вроде бы и не замечают. Но первыми кто приходит на почту? Пожарная охрана. Что бы ни случилось, где бы ни происходили какие-то мероприятия, то ли взрывы, то ли наводнения, первый идет пожарная охрана и спасатели. Поэтому 25 лет МЧС – это большой праздник. За работу на прошлогодних зимних Олимпийских и Паралимпийских играх лучших ребят отметили грамотами президента Российской Федерации Владимира Путина. Доблестные спасатели за трудовые успехи также получили благодарственные письма от краевого управления. Впереди у пожарных и спасателей самые напряженные и ответственные дни – новогодние праздники. Праздничные атрибуты – фейерверки, петарды и бенгальские огни – несут в себе немалую угрозу безопасности. В преддвериях нового года люди используют пиротехнические средства. Хотелось бы отметить, что пиротехнические изделия должны быть приобретены только в специализированных магазинах. На них должны быть сертификаты. Упаковка не должна быть нарушена. Также лицам, не дыхающим 14 лет, запускать только в присутствии взрослых. Хотелось бы напомнить, что температура бенгальского огня достигает 1000 градусов по Цельсию. То бишь, может привести к опасным ожогам и также к возгораниям одежды, мебели и тому подобное. С пиротехникой шутки плохи. Пожарные призывают быть особенно внимательными при запуске ракет. Запускайте пиротехнические изделия строго вверх. Не запускайте пиротехнические изделия вблизи машин и строений. Так как ракета, вылетевшая вверх, может залететь либо в окно, либо на чердак помещения, в результате которого произойдет пожар. В связи с понижением дневных и ночных температур воздуха, существует резкое возникновение большого количества пожаров. Так как люди начинают пользоваться обогревательными приборами электрическими. Чаще всего электрические приборы самодельного изготовления. Поэтому рекомендуем вам, чтобы электроприборы были заводского исполнения. Также советуем вам, чтобы вы не доверяли топку печей маленьких детям и присмотр за ней. Также не проводили перекал печей, в результате которого может произойти пожар. Чтобы новогодние праздники не были омрачены чрезвычайными происшествиями, анапчане должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, нужно позвонить по телефону 01 или сотового телефона 010 и 112. Субтитры создавал DimaTorzok